Всем привет, друзья, на связи GrimOptimist, сегодня мы с вами поговорим про Centurion MK7-1, предтоповый британский средний танк, у нас топовый танк самый непопулярный, да, наверное, в мире вообще СТ, предтоповый, соответственно, тоже, потому что, ну, с чего бы ему быть популярным, если топовый танк никому не нужен, тем не менее, как вы знаете, танк 10 уровня британский средний будет заменен, а Centurion никто трогать вроде не собирается, я так на него посмотрел, да, внимательно, мне показалось, что машина должна быть достаточно любопытной, потому что, как вот именно на 9-й левел, у него очень много всего интересного, давайте мы все по порядку. Ну, в динамиках такая традиционная для британских средних танков никакая, 40 километров максималка, вообще, тут и говорить не о чем, но соотношение довольно хорошее, кстати, мощности к массе. Идем дальше. Значит, по броне. Как ни странно, броня у этого танка есть, она такая, знаете, то есть, достаточно рандомная, то есть танковать на нем постоянно не получится, как я понимаю, ну, по крайней мере, я против них, когда играл, у меня не получалось им постоянно засаживать, но каких-то больших цифр нету. Посмотрим, покажут уже бои, покажут, как все это происходит, пока только так предполагаем. Значит, что касается орудия, тут вообще все довольно интересно, так как пробитие у нас 268 стандартным подкалиберным снарядом, голды в привычном понимании этого слова в этой пушке нет, есть хэш-пугасы с пробитием 210. На 10-м левеле они практически бесполезны, да, но на 9-м, когда у нас подкалибер пробивает, в принципе, все, что нам надо, да, они могут быть, ну, любопытны. Я попробую их использовать где-нибудь в бою, если не забуду, думаю, будет довольно интересно. При этом пушка, она отличная просто по точности, хорошее время сведения, единственное, что не очень, ДПМ. Ну, он такой, конечно, печальненький слегонца, но, ладно, попробуем с этим как-то смириться. Также у танка хорошие углы вертикальной наводки, вот, ну, и, в принципе, наверное, все так, на вскидочку. Значит, вы видите, что у меня стандартный набор ДП-оборудования, да, стоит кофе, у экипажа 4 перка, я оставил, это ремонт, лампа, всякая хрень, тут братство также есть, перки на динамику, на стабилизацию там, и все как обычно, короче. Понеслись в бой. Вот, танк, кстати, довольно симпатичный такой внешне, мне понравился, как он, понравилось, как он выглядит, такой, знаете, какой-то необычный, в этом что-то есть. Опять священная долина, блин, я все никак не научусь на ней играть, потому что, говорю, у нас как карту вещь не переделывают, да, хрен, что поймешь там, что происходит. Так, 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 попали мы на нижний респ, ну, мне, в принципе, что нижний, что верхний, я в целом не знаю, куда здесь надо ехать на этом танке, так что попробуем. Из артиллерии, значит, один буротос, ну, это, конечно, штука опасная, но всего в одиннадцатом экземпляре, так что, думаю, будет все нормально. Так, перезапускаю запись, чтоб не тормозило. Вот, и сейчас вроде все нормально. Сейчас посмотрим, как он у нас ездит, как стреляет. Ну, согласитесь, довольно забавная машинка такая, внешне такая, прикольненькая. Что-то в ней есть, как мне кажется. Сразу бросается в глаза, что неплохо танк вертится на месте, но ДПМ, конечно, с задницы просто. Девять секунд с половиной перезарядки, это еще при том, что у меня всякие доппайки стоят, и вентиляции с братствами, это, конечно, печаль. Ну, ладно, будем надеяться, что ничего страшного не произойдет. В принципе, у нас все равно ДПМ хороший, ну, относительно, по крайней мере, если с тяжами сравнивать. Ну, по крайней мере, он неплохой. Так что будем надеяться, что все будет ок. Так, у них светляк сразу подъезжает, но я думаю, сейчас наши его снимут там. Должны, там вроде много танков. Ну, конечно, максималка 40 км в час, это полная печаль. Я не знаю, кто вообще догадался СТ-шке дать такую максималку уж. Так, даем ИСУ третьему, блин. Сейчас главное, чтобы Буратино мне не прислал. Почему-то нет желания, знаете, вот, получать от Буратоса. По совершенно странному стечению обстоятельств. Так, Т-20, но это не самый опасный противник, скажем так. Так, ИС-8 там нормально все. Сейчас попробуем от УВНов тут сыграть. В принципе, у меня хорошие углы наводки, вы не забывайте. Я думаю, все будет ок. Без комментариев, друзья. Какой-то деревянная какая-то доска мне помешала выстрелить. Это клево. Вот, накидываем КВ-5. Конечно, да, ДПМ печаль. Особенно после Паттона вообще просто очень печаль. Хотел в бак ему засадить. Я тут поставил экипажу снайпера. Не знаю, зачем, ради интереса. Думаю, вдруг он подействует на меня. Точнее, не на меня, а на противника. И я ему подставился. Подставился. Я думал, не успеет среагировать. Конечно, глупо так выезжать, но... Так, а что это там? Наши вроде как-то справляются. Конечно, в качельке, говорю, с тяжами. Тут играть не очень хотелось бы. Да что такое, а, рикошет? Так, а наши-то что там стоят? Я понять не могу. Не пробил. Шикарно. Ну ладно, по нему там дамажит, так что хорошо все. Отлично. Это шо такое, а? Ну, высокое пробитие делает свое дело. Так, я думал, он вылезет. Я думал, он вылезет с той стороны, но нормально, постреляли так. Две плюхи я получил, причем, кстати, по глупости. О, Буратосик все-таки отстрелялся. Все плюхи, которые я получил, это... Ну, я подставился просто элементарно. Так, даем 50-120. Арта еще на КД будет в несколько десятков секунд, так что можно вполне спокойно накидывать. У противника, кстати, довольно много еще танков. Я, наверное, на базу к ним часомок все-таки. Потому что надеюсь, что 50-120 наши как-то там убьют, их там много. Попробуем с ртой разобраться пока. Стабилизация средняя, ну, такая нормальная вполне. Ну, нормально, то есть покатит. Ничего особенного, но и вполне так ничего. Так, в круг я не буду заезжать, чтобы не палиться. У-ху-ху, это было красиво. Полыхающее. Блин, черт возьми, они там уже базу берут, а наши там что-то непонятно чем занимаются. Мне смысла нет брать базу, я все равно не успею. Надо сбивать. Сбить еще есть шанс. Блайншотом отстрелялся в надежде вдруг попаду. Хотя, наверное, зря я не встал на захват, кстати. Я просто думал, что никто не уедет с захвата-то. Так, 50-120, его нужно сразу убивать, иначе все очень плохо закончится. Так, забираем. Так, там у нас ваншотики остались. Так, понятно. Супер першинг откуда-то накидывает. Из инвиза. Ну, арту мы у них, слава тебе, господи, убили. Так что так страшно нам быть не должно. Надо, чтобы кто-то что-то сделал с этим супер першингом. Так, прячемся, друзья. От 54 Е1. Черт, Епи сейчас сожрет нашего ИСа 8-го и будет вообще задница. А Ягдпантера у нас вообще непонятно чем занимается. Хоть бы на захват встало, что ли. Че она заделывает нашей Ягдпантеры, я понять не могу. Видите, проблема в том, что я не знаю, где супер першинг, то есть откуда он стрелял, я точно не знаю. Отлично. Так, я надеюсь, что у меня не засветит. У меня все-таки обзор-то получше должен быть, чем у него. Сейчас единственный мой шанс это... Так, я уже в свете, твою мать. И где-то этот падаль там стоит. Так, 54 Е1 там. Отлично. Так, ну сейчас надо ехать, да убивать его, да и все. Че, че, че думать-то, прыгать надо, как говорят. С неожиданной стороны. И все. Нормально. Были ошибки, но в итоге нормально пострелял. Так, даже 5 фрагов воина, конечно, не взял, но нормально. Танк, кстати, ничего, так ничего плохого я сказать не могу. Динамики не хватает, если вот как стэшный стиль такой использовать, то динамики не хватает. А в остальном норм, как бы, ну ДПМ, ну как бы, я на размен не выезжаю, поэтому для меня не критично. 4-100 дамага даже, я еще в лайном, видимо, дал там. Ну тут с акцией там даже неплохо пофармили. Нормально, нормально. Давайте еще боек один откатаем и будем подводить итоги. Ну, такое первое впечатление, очень ничего, такой танчик. Бодренький достаточно. Такое, знаете, что-то среднее между стэй и ттэ. Ближе к тт, наверное, даже. По своим характеристикам. Так как, ну, ДПМ не стэшный, динамика тоже не особо стэшная. Броня такая, тоже не совсем стэшная. Как, ближе к тяжу все-таки. Такое, знаете, вот есть такое понятие, как универсальный танк вообще в мире, да. В игре у нас нет таких, но вот по факту, допустим, М103 его можно относить к универсальным. Т110Е5 можно относить к универсальным. И точно так же, вот, допустим, эту машину можно относить к универсальным. То есть, по факту это средний танк, но на самом деле это что-то среднее. То же самое, что Т110Е5. Это по факту тяж, но на самом деле что-то, опять-таки, среднее между стэй и ттэ. Ну, это лично мое мнение. можете с ними согласиться но я так привык почему-то ощущать эти машинки так посмотрим куда нам сейчас поехать смотрите как вертится бодренько да нормально так конечно в лоб там с т10 я бы не стал на нем перестреливаться мне кажется это плохо закончится но так вот как саппорт можно работать все-таки пробой позволяет да нормально себя уверенно чувствовать кстати хэш фугасом так ни разу не выстрелил но как бы куда заряжать этот хэш фугас на арту только если тут ну вот на вафлю можно но тоже как бы знаете тоже нужно его зарядить еще перезарядка то почти 10 секунд а зарядишь а вдруг не понадобится вам что делать а если в гуслю а если еще куда-нибудь в экран а если еще ну как бы то есть вы понимаете да к чему я веду не повезло вот скотина вот черт все они сейчас там через башни свои начнут херачить это будет печально так я ему каток сбил я надеюсь он не починится ты починишься родной нет что не больше нет то что такое с точностью ты с моей стала вообще не попадая причем нормально так свожусь то есть все четко но не попадая надо конечно было наверно по т71 стрелять наших там уже насилуют в городе вообще жесть это при том что наших там больше то есть городе наших больше при этом они там просто отдаются у них как минимум до 2 ст что здесь топовые причем так понятно сейчас они будут накидывать да так я и знал ой господи команда просто жесть сам я тоже конечно потерял кучу прочности но тут turbo слив то есть уже уже видно да что в заднице ну все наши просто отдаются вообще даже не пытаются не сопротивляться ничего просто получает по кд у них черта живая в общем весело все еще и это шлюпка по мне кинду киданула ну тут я так и не понял а он объехал понятно я думал это тот мне как-то прострелил но тут без шансов тут ничего не сделать бесполезно просто команда отсосала по-русски говоря если на если говорить русским языком без всяких цензур да понятно что в такой ситуации на среднем танки не в топе затащить невозможно когда команда поддается с превосходящими силами причем да на на фланге все печально но танк бодрый бодрый мне нравится серьезно мне нравится этот сентурион вообще проблем каких-то не заметил с ним норма броня есть динамика ну достаточно вполне для меня пушка хорошая ну вот дпм говорю нет но нормально все равно хватает углы есть наводки да обзор есть да все есть вообще минусов то по большому счету особо то и нету единственное слышал что он крита сборник этот танк но пока не заметил давайте еще один бой тогда откатаем раз уж так коротко получается может что тут поинтереснее будет может быть крита сборник я не спорю но пока вот сами видите что вроде как хотя нет были были случаи когда меня что-то критовали я просто как-то внимание особо не обращал ну нормально на хороший танк такой не имба ну и ни в коем случае не кактус такой хороший нормальный танк сбалансированный вполне побыстрее бы конечно был хотя бы чуть-чуть я вот сейчас тоже на одну позицию хочу съездить но я вот не уверен что я успею до нее доехать потому что просто потому что у меня максимал как говно ну ладно попробуем чуть-чуть делать симпатичные для меня это важно кстати говорил уже то что если танк уродливый то мне все равно какой я не буду на нем играть если мне не нравится я может псих конечно но такая вот у мне придурь есть так но 40 но вот он сборки 43 едет конечно да но все равно это же задница полнейшая он меня из 8 догоняю чуть нормально что ну все динамики не хватило доехать был бы норма на нормальном среднем танке я бы успел спокойно туда заехать так получил сразу на еще ему дамаг то такой хороший ведь выпал а еще он с пушкой то оказался с этой соответственно и на бэбэшках еще вообще просто стыд стыдоба реально там 215 пробой он умудрился мне про меня пробить ой ну все оба чат ну тут все я поиграл классное завершение ладно на этом мы с вами закончим в общем танк хороший но играть на нем как на среднем танке я уже понял что нельзя он он не тянет на ст по своим динамическим характеристиками играть на нем как на ст это путь ну я вы видели то есть я сейчас действовал по стандартной тактике то есть если я был бы на нормальном ст я бы спокойно заехал на балкон все бы успел все было бы хорошо ну хотя возможно батчат бы меня сама встретил но тем не менее а тут просто я я поехал я получил три плюхи отдался все то есть играйте на нем вот как на тяже тогда все будет хорошо так что все всем большое спасибо оставайтесь на канале подписывайтесь ставьте большие пальцы скоро увидимся всем пока